Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше ощущается в городе. Праздничные иллюминации украшены не только улицы и фасады домов, но и строительные площадки. В этом году 14 фирм-застройщиков решили внести свою лепту и развесили гирлянды на башенных кранах. Что из этого получилось, смотрите в репортаже Ларисы Шалафаст. Как только на город опускается ночь, загораются яркие разноцветные огни новогодних гирлянд. В этом году в Самаре украшены даже башенные краны. Чтобы придать строительным машинам новогодний вид, застройщикам пришлось нанять специалистов и на некоторое время приостановить работы. Приятно проехать, посмотреть, что строительство в наше время не только создает такие красивые конструкции, сооружения, но и при этом может украсить как-то город. В этом году принять участие в украшении города изъявили желание сразу 14 строительных компаний. Такой ажиотаж в Самаре впервые. Я думаю, что вот такая практика в городе приживется и может быть даже застройщики будут в будущем участвовать в конкурсах, кто лучше и интереснее украсит город новогодней иллюминацией. Яркими огнями в ночное время горят башенные краны почти во всех районах города. У каждого своя особенная цветовая гамма. В праздничное убранство одеты больше десятка башенных кранов. Украшать город яркой иллюминацией они будут на протяжении всей зимы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Лариса Шлафаст, которая прогулялась по вечернему городу, неожиданно на улице Вилоновской столкнулась с персонажами из новогодней сказки. Настоящим северным оленем и его пассажиром Санта-Клаусом. Так как же они оказались в Самаре? Волшебство, да и только! В Самаре Санта-Клаус поселился на улице Вилоновская. Каждый вечер вместе с настоящим северным оленем он поздравляет горожан с наступающим Новым Годом. Эту северную гостью зовут Юта. Ей всего два с половиной года, но в своем юном возрасте она уже настоящая звезда. Горожане от Юты в восторге. Многие видят северного оленя впервые. Он очень спокойный. Мы едем домой, я смотрю, олень затормозил, назад сдала. Для наших широт, тем более вот такая зима у нас почти уже не зима, в общем-то. Очень интересно. Санта-Клаусом оказался самарец, бывший лесник Александр Баранов. В основном он живет за городом, а если выбирается в Самару, то непременно с оленем. В его подворье десятки различных животных. Юту привезли в этом году из Сургута. В Самаре она освоилась не сразу. Для северного животного здесь жарковато. С наступлением зимы Юта чувствует себя хорошо и даже привыкла к вспышкам фотокамер. Все дети селфи, носотовые все фотографируют. Меня, оленя, в смысле, с большим удовольствием. Я им вот, в принципе, это и преследуется основной. Я им говорю, чтобы все довольны были. Гладят его. Ну, катать не катают еще, не научили, а общаются. Можно сказать, зоопарк фактически контактный. По улицам города новогодний волшебник с северным оленем гуляет каждый день. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. В Новый год без происшествий. Представители силовых структур, оперативных служб, министерства, ведомств обсудили меры по обеспечению безопасности жителей в период предстоящих праздников. В Самаре прошло заседание антитеррористической комиссии. Ее участники рассмотрели факторы, влияющие на антитеррористическую защищенность региона. Территориальными органами ВД России на районном уровне в Самарской области проведены проверки выполнения минимальных обязательных требований антитеррористической защищенности планируемых мест проведения праздничных новогодних мероприятий, в том числе образовательных организаций. Всего осуществлено 1615 проверок, в том числе 1196 проверок в организациях образования, 419 на объектах культурно-зрелищного комплекса. Временные спасательные посты могут появиться в местах, где люди чаще всего выходят на лед. На берегах Волги и Самарки. Спасатели предупреждают лучше воздержаться от прогулок, рыбалки и тем более выездов на автотранспорте. Лед очень тонкий. Уже сейчас спасатели установили 19 запрещающих знаков. Но некоторые горожане игнорируют их и это приводит к несчастным случаям. Несмотря на то, что еще теплая погода и нет устойчивого ледостава, тем не менее уже случаи гибели на водных объектах допущены. В смысле произошли на реке Самарка, дулое утопленников. Городские власти продолжают развивать отдаленные уголки мегаполиса. Комфортно и, что не менее важно, накануне Нового года еще и красиво и празднично должно быть во всей Самаре. Будь то центр города или отдаленный район. В Кировском на первом месте стоят вопросы безопасности и благоустройства. В числе последних шагов открытие пунктов охраны общественного порядка. Знаковое место – аллея трудовой славы. В 2015 году она обрела новую жизнь. Здесь всегда многолюдно, а в предновогодние дни особенно. Кировский район к празднику готов. Сразу несколько площадок будут ждать гостей. Народные гуляния пройдут на площадях Кирова-Мочелова и возле ДК «Луч». В Кировском районе мы полностью выполнили установку всей новогодней иллюминации. Это 19 магистральных улиц украшены силами муниципального предприятия «Горсвет», административные здания. Три основные точки – это у нас площадь Кирова, площадь Мочелова и около Дворца культуры «Луч». Это места, где будут проходить основные массовые гуляния в Новый год. Инженеры с пеленок будущих конструкторов растят буквально с детского сада. Им едва три года исполнилось, а малышам уже предлагают приобщиться к созданию технических новинок. Творческие к воспитанию детей подходят в центре «Крылаты», где открыли дошкольное отделение «Детство электроников». Репортаж Марины Кравцовой. Маленький Максим со знанием дела берется собирать развивающие пазлы. Мальчику только исполнится три года. Интересно все. 30 лет назад здесь занималась и мама Максима, сейчас старший брат. Здесь очень много дополнительных услуг предоставляется. Они могут сами выбрать себе то, что им нравится, заниматься пением, танцами. В «Крылатом» работают десятки самых разных секций для школьников. Что может робот-слон и как работает самодельный робот-конвейер. Мастер-классы для малышей проводят профи-робототехники. Красный и зеленый. И он запускается. Дошкольное отделение для 56 детей назвали «Конструктор» с заделом на будущее. Здесь хотят воспитывать будущих инженеров, ученых. Дополнительные занятия будут проводить педагоги центра. У детей здесь, у дошкольников, которые к нам приходят, появляется такой огромный спектр возможностей. И учитывая то, что они здесь находятся целый день в течение дня, и они могут заняться любым делом. То есть робототехника, и рисование, и пение, и танцы. В Кировском районе Самары теперь все ребята в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Очереди больше нет. В этом году в городе открыли почти 2,5 тысячи мест в дошкольных образовательных учреждениях. На следующей неделе еще один детский сад начнет работу в Ленинском районе. Это очень хорошие результаты, которые позволяют нам полностью выполнить указ президента по обеспечению детишек Самары местами в дошкольных учреждениях. Мы радуемся, что появляются новые дети в семьях. Мы готовы к тому, чтобы в новом году перед нами будет более высокая планка поставлена. И, конечно, будем ее достигать. В Крылатом теснице не пришлось. Малышам отдали целое крыло здания, где специально для них сделали современный ремонт. Здесь яркая мебель и горы игр, в основном развивающие. Профиль конструктора обязывает. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Урожайный год на юбилее для детской картинной галереи. Ее бессменный руководитель Нина Иевлева отметила в этом году свое 75-летие, а в декабре 25 лет исполняется самой галереей. Поздравить музей с днем рождения приехали областные и городские власти. Почему в 25 все только начинается и какое отношение к искусству имеет картошка, расскажет Виктория Шарая. Это сейчас старинный особняк купца Ивана Клотта привлекает самарцев к красивым фасадам и интересным наполнением. 25 лет назад памятник архитектуры 19 века федерального значения был почти разрушен. Сквозь дыры в потолке зияло небо, а улица заглядывала в окна через такие вот рассохшиеся рамы. Сейчас они бережно хранятся в фондах музея. Мне сказали, какая галерея, картошки нет в городе. Вот с картошки, наверное, все и началось. Потому что после картошки, после произнесения именно фразы «картошки нет в городе», вдруг все пошло. В 90-е годы в здании был сделан ремонт, а спустя некоторое время соседняя усадьба Новокрещеновых тоже смогла разместить у себя творческие мастерски. С момента открытия галереи по сегодняшний день ее создатель Нина Ивлева – бессменный директор. Сегодня это культурный центр. Здесь хранится уникальная коллекция кукол – более 22 тысяч детских рисунков. Кроме того, что оно расположено в одном из самых красивых зданий города, которое в прошлом году было подвергнуто коренной реконструкции, через это учреждение, конечно, проходит огромное количество детей. Это тысячи наших самарских школьников, которые творят, которые изобретают, которые учатся здесь любить наш город. На выставке, открывшейся в честь юбилея, только лучшая из обширной коллекции особняка Клотта. Работы присланы из десяти стран мира. Работники галереи рассказывают, детские рисунки отражают не только внутренний мир самого автора. Это целый культурный срез. Например, на рисунках китайских ребят отчетливо просматривается коллективное мышление. А вот эту монохромную работу сделал ребенок из Югославии, когда там шла война. Развиваться есть куда, говорят, в галерее. Представленные экспонаты могут даже звучать. Вот эти куклы скоро преподнесут посетителям музыкальный сюрприз. Можно будет услышать, как играют лютня и лира. Виктория Шара и Артем Сулайманов. События. Отопительный сезон, перезагрузка. В поселке Рубежный начала работу новая котельная. И хотя пока погода не зимняя, современное оборудование не даст замерзнуть людям даже в арктические холода. За работой техники, которая способна контролировать сама себя, наблюдал Андрей Трой. Встречают зиму во всеоружии. Жителям поселка Рубежный теперь не страшны даже самые лютые морозы. Вместо устаревшей котельной, прослужившей почти 40 лет, они получили новую. Администрация города включила ремонт в программу на текущий год. В короткие сроки за счет средств городской казны отремонтировано здание и полностью заменено оборудование. Котельная поселка Рубежная оборудована была морально устаревшим оборудованием. Это котлы НР-18 с очень низким коэффициентом полезного действия. В настоящее время, в 2015 году, проведены работы по полной замене оборудования, по ремонту здания котельной, которая находилась тоже в аварийном состоянии, что обеспечило возможность стабильной подачи теплоносителя в дома. Старое здание пришлось полностью отремонтировать, чтобы разместить новейшее газовое оборудование, современные котлы и электронные системы контроля. Новое оборудование и новые технологии. Одна эта котельная способна обеспечить теплом целый поселок практически без вмешательства человека. Новое оборудование позволяет бесперебойно и в любую погоду подавать тепло в дома жителей Рубежного. Фактически это полностью автономная система, не требующая постоянного присутствия людей. После модернизации котельной она работает целиком в автоматическом режиме, исключен человеческий фактор, установлена погодозависимая автоматика. То есть за температурой теплоносителя целиком контролируется автоматика по заданной программе. Повышена КПД, соответственно, сокращены теплопотери по сетям, так как тепловые сети 400 метров были целиком заменены. В 2014 году за счет городского бюджета в Самаре полностью переоборудованы 10 котельных. В этом году закончены работы на последний из устаревших. Теперь никакие морозы жителям Рубежки не страшны. Тепло в домах будет всегда. Андрей Тройс, Станислав Левин, События. Жители более 100 домов в поселке Шмидта могут оформить право собственности на свое жилье. Депутаты городской думы приняли изменения в правила застройки землепользования. Теперь эта территория из промышленной перейдет в зону жилой застройки. Также на заседание выбрали вице-спекера в Думе. Ими стали Игорь Рязанов и Татьяна Братчикова. Я думаю, что мой опыт, профессионализм и желание работать, и силы, которые у меня есть для того, чтобы работать, они безусловно не разочаруют ни моих избирателей, ни моих коллег. Должность, конечно, очень ответственная. Думаем, что будем работать с депутатами очень тесно, не только с депутатами городского совета, но и с депутатами районных советов. Трещит по швам. Самарская новостройка на улице Мечникова рискует стать аварийной. Собственник первого этажа решил открыть здесь кафе и начал перепланировку. Причем сносит стены, как сам признается, без всякого на то разрешения. В конфликте разбиралась Марина Матвейшина. Паутина из трещи напутывает квартиру Петра Бирюкова, расползаясь по стенам буквально на глазах. Когда дом, что-то какая-то конструктивное идет изменение, первое, как проявляется, это вот этим вот образом, этой штукатуркой. Понимаете, вот вертикально, если даже дом садится, вертикальных трещин не бывает. На трещины и наметившийся перекос в дверных проемах жалуются и другие жители 17-этажки. Они это связывают с ремонтом, который идет на первом этаже. Рабочие на вопросы не отвечают. Их наниматель уверяет, разрешение он почти получил. Да, да, сейчас, грубо говоря, разрешение можно почти что на руках. Не, вы понимаете, почти что на руках и на руках это две разные вещи, причем глобальные в наших экономических условиях. Вы можете его и не получить никогда. Председатель ТСЖ уже разослал жалобы во все инстанции. От полиции до госжилинспекции. Оттуда сейчас придет ответ о том, что разрешения на вот эту все перепланировку у них нет. Я уже все узнавал. Жители опасаются, новый дом, которому всего пять лет, может просто рухнуть из-за перепланировки. Возмутитель спокойствия появляется как раз в тот момент, когда градус возмущения зашкаливает. Объясняет, стены сносит, потому что решил открыть здесь кафе. И уверен, дому это не повредит. Это нормально, если соответствующим образом они армируются, если они соответствующим образом закрепляются. В этот момент времени мы занимаемся как раз армированием проделанных отверстий в несущих стенах. Эксперты говорят, случаи в перепланировке, когда ремонт начался, документов на руках нет все больше. Это незаконно и даже опасно. Все работы, которые проводятся несанкционированно, могут привести просто-напросто к аварии в доме. А последствия, вы сами знаете, это очень серьезные могут наступить, если несущие конструкции будут повреждены. На них держится весь дом. То есть это все может рухнуть и последствия могут быть печальными. Предприниматель заверил жителей, что до Нового года все исправит. Но его соседи обещаниям не верят и ждут реакции надзорных органов. Мы будем следить за развитием событий. Марина Матвеична, Станислав Левин, События. Рублевая чехарда. Вчера национальная валюта снижалась, а сегодня резко пошла вверх. Наш экономический обозреватель Андрей Трой присмотрелся графиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Золото стоит 2395 рублей за грамм. Серебро стоит 32 рубля 3 копейки за грамм. И сегодня Центробанк бодро отчитался о стабилизации курса рубля. У меня на этом все. Удачи в делах. На улицах Самары появился скрытый патруль. Это новая затея от ГИБДД. Ее суть в том, что ничем не примечательные служебные автомобили едут в потоке и подмечают водителей, нарушающих ПДД. К примеру, те, кто разговаривает по телефону, не пристегивается ремнями безопасности или поленился вымыть номера, что в итоге сказывается на цифрах, они становятся нечитаемыми. Дорожный инспектор уверяет, что все нарушения фиксируют на видео, а затем передают ближайшему экипажу, который уже останавливает водителя и выписывает протокол. Только первый такой рейд выявил 80 нарушителей. А сейчас коротко о других темах дня. 10 миллионов евро требуют злоумышленники за похищенного в Тольятти бизнесмена 43-летнего Камала Гулуева. Последний раз предприниматели видели на парковке спорткомплекса на Приморском бульваре. Позже его автомобиль там и нашли. Он был закрыт, а рядом валялись часы и пуговицы от одежды Камала. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение». Несколько лет назад бизнесмена уже похищали. Тогда родственники заплатили выкоп. Известно, что Камал Гулуев занимался игорным бизнесом, а сейчас торгует продуктами. Емкость с серной кислотой обнаружила Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Сотрудники проверили работу местного оборонно-промышленного комплекса. В одном из цехов находилось более 40 емкостей с серной кислотой 1995 года при сроке хранения вещества в один год. Часть емкостей с кислотой была вскрыта, что может привести к пожару или взрыву. Главный инженер оштрафован на 20 тысяч рублей. Специализированная организация определит состав и класс опасности вещества, после чего оно будет утилизировано. 119 килограммов наркотиков и психотропных веществ отправились в печь. Все они представляли собой вещдоки по 160 уголовным делам, которые рассматривались в Сызрани, Похвестнево, Чапаевске, Волжском и Красноярском районах области. По данным наркополицейских, сожгли 110 килограммов марихуаны, 17 литров гашишного масла и 8 килограммов героина. При этом большая часть марихуаны была изъята по уголовному делу Авдеева и Загорюка, которые организовали целое производство в селе Мойка Борского района. В октябре 2014 года у них изъяли почти 500 кустов культивируемой конопли. Наркобороны получили по пять лет колонии строгого режима. На зону с комфортом в Управлении по конвоированию ГУФСИН России по Самарской области поступил новый спецтранспорт. Вагон для перевозки заключенных рассчитан на 46 человек. Главное отличие – повышенная комфортабельность. Биотуалеты, горячая и холодная вода. Постоянную температуру поддерживает сплитсистема. После тестовых испытаний новый вагон введут в эксплуатацию. Погода продолжает бить рекорды. Сегодня в 63-м регионе воздух прогреется до 5 градусов. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Ранее самым теплым считалось 24 декабря 1957 года. Тогда столбик термометра показал 2,8 градуса. Рекорды синоптики зарегистрировали также в Кенель-Черкасах и Большой Глушице. Воздух там прогрелся до 3 градусов. До этого в названных селах аномальными считались показатели 2003 года. Послания президента России и губернатора Самарской области станут программными документами для партии «Единая Россия». До 30 декабря ее члены должны подготовить свои предложения по детальной проработке поставленных задач. На последние в этом году конференции «Единая Россия» подвели итоги года. В год 70-летия Победы большое внимание было направлено на сохранение исторической памяти. Здесь и патриотические марш-броски, и парад памяти на площади Куйбышева. Помогла партия и в профориентации молодежи. Больше 700 старшеклассников региона побывали на крупных предприятиях. Основные задачи, поставленные на этот год, «Единая Россия» считают выполненными. Основная часть была выполнена. Это задачи, связанные с реформированием местного самоуправления в столице региона. Для нас очень важным, как для региона промышленного, является профессиональное просвещение молодежи. А сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Лыжная гонка памяти стартует 30 декабря. Никита Скатов – лучший галкипер декабря в высшей хоккейной лиге. Галкипер ЦСК ВВС Никита Скатов стал лучшим вратарем декабря первенства ВХЛ. Так решила комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата страны. Игру оценивали по результатам статистики – гол плюс пас, количество отраженных бросков и пропущенных шайб. В декабре Никита Скатов сыграл в пяти матчах, пропуская в среднем за встречу 1,12 спортивных снаряда. На лыжной базе «Чайка» 30 декабря прокатится гонка памяти. Мемориал посвящен спортсменам и тренерам Самарской области. На классический масс-старт приглашаются все желающие. История соревнований начинается с 1971 года. Тогда на Горелом хуторе по-спортивному вспомнили Анатолия Александрийского – тренера, мастера спорта СССР и чемпиона Европы. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Медитативная драма «Где-то», посвященная жизни голливудской звезды Джонни Марк от лауреата «Оскара» и дочки именитого режиссера Софии Копполы по праву удостоилась главного приза на Венецианском кинофестивале 2010 года. Кажется, герой картины окончательно потерял способность что-либо чувствовать, и только лишь его дочь может наполнить мир яркими красками. «Духовное возрождение героя» в фильме «Где-то» смотрите в 22.10, а на этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самар и Гиз в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Продолжение следует... Продолжение следует...